Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите, сейчас я застаю в отношениях с молодым человеком. Знаете, как-то вот официально. Ну, вау. Есть небольшая разница в возрасте, я старшего на два года. У меня уже есть образование, а он ещё на заученном учится. Кстати, мне здесь показалось, я, конечно, не могу утверждать наверняка, но мне показалось, что вы придаёте значение возрасту. И ещё мне показалась некая раздражённость, может быть, на человека за то, что он ещё учится. Хотя, в сне всякого сомнения я не могу этого утверждать наверняка. А вы можете в свою очередь сказать, что это всё я придумал и, в общем-то, что это неправда. И здесь мне тоже вам, наверное, нечего будет сказать в ответ. Потому что всё, что у меня есть, это то, что я чувствую. Дальше. Значит, так. У меня есть образование, он ещё и учится на заученном. Какое значение для вас имеет возраст и что между вами общего и вами и молодым человеком, что общего? Потому что это важно. А если вы встречаетесь, то сколько вы встречаетесь, ну, по времени вообще, вот, сколько у вас отношения дате, вот, это, в целом, было бы очень здорово это, в какой-то степени, узнать понятие. Несколько, ну, несколько, может быть, подробнее, да, как-то вот этот момент поисследовать. Конечно, если вы только сами, да, если вы сами этого хотите, если вы сами, сами, ну, как бы разрешите нам этот момент поисследовать. Это было бы здорово, это было бы здорово. Дальше идём. Так, какое-то время жили отдельно, всё было хорошо, были какие-то бытовые моменты, но не критично. И, к тому же, у меня ненормированный график, и домоседкой себя тяжело надо знать, то понятие режима для меня, понятия режима дня нет у меня. Не знаю, мы, мне, моему, мы, наверное, МЖ, я бы хотел сказать, никогда не мешало, ибо мы могли, ибо мы жили для себя и сами по себе. Пришлось срочно съехаться, и вышло так, кто-то вём с его матерью. И вот тут, собственно, начинается история. Пришлось срочно ехать. Пришлось срочно ехать. Из-за, ну, чего вам пришлось? Пришлось, насколько вы, в принципе, вот, сами, да, там, согласны с тем, что вам нужно съезжаться. Было срочно. Это, на самом деле, очень важное место. Потому что, извините, но... от того, насколько вы уверены в необходимости переезда, да? Вот. Ну, я бы сказал, что зависит то, насколько, вот, в том числе, комфортно вы себя ощущаете. Ну, как бы, в отношениях, ну, вот, в текущих, в текущих, в текущих, в текущих истории. И, судя по тому, что вы ищете, ну, может быть, вы несколько сомневаетесь в том, насколько это было необходимо. Насколько это было необходимо решено. Я не говорю, что это вообще, о-о-о-о, как бы, э-о-о, ну, выстанное из пальца что-то. Я не хочу так сказать. Но я бы хотел, вот, обратить ваше внимание на этот момент. Что... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы пришлось. Да? Вроде бы пришлось. Вроде бы... Впрочем, блин... Как будто бы вы чувствуете, что... Вазва стало. то это большая, надо сказать, проблема. Потому что если вы, вот, достаточно, достаточно, чуть-чуть не согласиться внутренне с тем, что происходит, да, достаточно допустить, что, ну, вы знаете, могло быть, могло быть немножко по-другому, могло быть немножко иначе, вот, достаточно это сделать и всё, уже действие, которое вы делаете, превращается в жертвенность, в усилии воли, причём в, я бы сказал, постоянное усилие воли. Именно что, постоянно, именно что, силы воли, ну, усилия воли нон-стоп. Я не думаю, опять же, я не думаю, что это, ну, вот, в какой-то степени, да, это то, чего вы хотели бы для себя. Я не думаю, что это, вот, именно то, что вам, ну, хочется. Я не думаю, что это то, о чём и мечтал. Ну, любого человека так. Дальше. Так, прошёл месяц, она недавно, то есть вы приехали с мамой. Она недавно, гназки у вас нет, путаете, день-день-ночь, выношает, не даёт мне учиться. Дома нет ничего, это да. Ну, вообще, как бы, это вопрос организации. То есть, его мама человек, в любом абсолютно случае, человек пожилой, его мама, а, его мама, в любом случае, человек абсолютно тот, который имеет, ну, свои, свои взгляды на, собственно, то, что происходит, да, человек, который, ну, в общем-то, свое восприятие мира и, на мой взгляд, переделать его нельзя. Вот, то есть, если вы решили жить с мамой, то, либо, есть несколько вариантов, либо, это, последовательное поведение, с целью научить человека, 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 что-то, вот, последовательное такое поведение, с целью, а, научить, а, вашу, а, ну, в данном случае, получается, по сути, свеклопы, да, ну, ну, неофициально, что-то. Уважать, вот, научить женщину, значит, уважать, ценить ваши, уважать ваш выбор, уважать ваши решения и так далее. Это, вот, один момент. Либо, ну, принимать ее, вот, собственно, такой, вот, какая она есть и, в принципе, в принципе, да. Вариантов нет, ну, вообще. Вот, как таковых, в принципе, вариантов здесь нет. Вы, судя по всему, не воспользовались ни тем, ни другим вариантом. Ну, вот, вы, судя по всему, не воспользовались ни тем, ни другим моментом. Вы, судя по всему, просто, я не знаю, может быть, пребывали в каких-то ожиданиях. Относительно, относительно нее я могу здесь только догадываться, как это у вас, вот, вообще все происходило. Но факт тот, что ожидание и реальность у вас очень сильно различаются. Дальше. Значит, при том, что продукты, моющие из моего кармана, больше же заправки на машину тоже. Ну, здесь хочется спросить, к чему вы это написали, да? То есть, ну, значит, что-то давать, что-то предлагать. Или нет? Или я могу быть неправным? Вот здесь все. Вот. Вы поясните как-то, чтобы я, ну, чтобы я понял лучше немножко ситуацию. Потому что, вы сейчас желаете, вы говорите, что мне приходится давать деньги на те или иные вещи. Вы говорите, что мне приходится давать деньги на продукты, на моющие и прочее. Возникает вопрос. А почему вам приходится это дело? Особенно если это делать вы не хотите. Вопрос? Важный вопрос. Вот на это нужно ответить. То есть, сейчас, сейчас. Это, мягко говоря, не аргумент. Что вы много делаете и так далее. Вы согласились на это. Вы допустили эту ситуацию. Вы позволили этой ситуации быть. Ну, как бы все. Все. Это, соответственно, это, соответственно, в честь вашего выбора. Вот. И если вам этого делать не хотелось, или если, к примеру, вы это делали, чтобы как-то наладить отношения с мамой вашего парня, то он... К сожалению, вы прогадали. Ну, вам нужно просто спросить. Себя вам нужно спросить. Себя. А хочу ли я теперь... Этим заниматься. Хочу ли я теперь... Этим заниматься. Хочу ли я теперь... Что-то делать для... Допустим... Допустим, мама молодого человека. И если не хотите, то... Ну, просто перестаньте это делать. Потому что... Пока выходит как. Что... ...э.. Через силу вы из... ...э... ...через силу вы переезжайте... ...э... домой к молодому человеку, вот к нему, да, и к нему, ладно, через силу это делать, через силу вы платите за продукты, за мыши и так далее. Ну, конечно, вам в этой ситуации трудно, любому человеку было трудно, потому что здесь вы не уважаете, не уважаете свои личные границы, вы не уважаете здесь свои желания, вы не уважаете здесь свои потребности, к сожалению, вы здесь ничего своего не уважаете, смотрите, это очень важно, чтобы вы не только прислушивали к себе, но еще и... ...действовали так, как вам хочется. А если и жертвовали бы собой, если бы делали что-то через не хочу, то... то... с чутким пониманием того, что... ну... оно того стоит. Она не выходит из дома из-за вируса, я считаю, что я не могу ей мешать, так как дома бываю редко, как и его сын. Как поступить и правильно ли я вижу ситуацию? Я не очень понял смысл сразу, но я считаю, что я не могу ей мешать, так как дома бываю редко. Я говорю, извините, но... совершенно непонятно, что вы здесь имеете в виду. Вот. То есть... Собрайте меня, пожалуйста, если я... если я ошибаюсь. Но вы хотите сказать... сейчас вы хотите сказать, что... Ваша мама молодого человека вас напрягает, вы хотите сказать мне. Она вас напрягает, она вас беспокоит. Это вы хотите сказать или что? Если это, если вас напрягает, то нужно в первую очередь смотреть на ваши чувства. Нужно смотреть на ваши ощущения, как вас это напрягает, чем вас это напрягает. Вот. И тогда уже, ну, действует. Вот. Понимаете? Какой момент здесь. Так что здесь непонятна, к сожалению, суть вашего вопроса. Мне очень жаль. Но вопрос о том, как правильно поступить, я могу задать вам встречный вопрос. Как правильно в этой ситуации поступить, чтобы что? Дальше. Правильного поступка не бывает. Да? Поэтому вы видите ситуацию правильно. Не можете вы видите ее так, как вы видите. И ваше видение, так же, как и видение любого другого, другого человека, имеет полнейшее право на существование. Вопрос в том, насколько это комфортно, насколько это соответствует вашим ценностям и так далее. Я. Если ценностям вашим это соответствует, ну, все замечательно. Вот. Но если нет... Если нет. Если это не соответствует вашим ценностям. Если ценности у вас немножечко другие. Если, ну, если вы как-то вот, может быть, ну, не знаю, может быть, вы как-то чувствуете, ощущаете, что, ну, что можно было бы по-другому, да? Что, ну, не совсем это то, что вы, значит, хотели бы, например. Ну, вот, в таком случае уже можно, конечно, говорить о чем-то другом, да? В таком случае уже можно говорить, там, о каких-то других, ну, об изменениях. Вот. Ваше. Можно говорить. Дальше. Вот и все. То есть сформулируйте, пожалуйста, в чем конкретно вы не уверены, в чем конкретно у вас противоречия, по поводу чего у вас противоречия. Опишите, пожалуйста, свои чувства, которые вас в этой ситуации вызывают. И что вы хотите. Потому что без этого всего, ну, мягко говоря, не совсем понятно, чего вы хотите, чем мы можем вам, мы психологи, чем можем вам помочь. Вот. Мы ходили бы, мы хотели бы помочь, но... Лично я пока вот просто не очень понимаю, о чем вам нужна помощь. Когда вы говорите, что я считаю, что не могу ей мешать, да, и вот так и такое. Причем именно вы мешаете, то есть вы имеете в виду, что вам нужно съехать из-за того, что она, как бы, ну, так, негативно воспринимает ваш образ жизни, если вы считаете, что вы должны съехать. То это, конечно, нужно обсуждать, я бы сказал, это нужно обсуждать именно с, ну, в первую очередь, с вашим мужчиной. Я так полагаю. Потому что, собственно, 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 ваш мужчина в ряд и будете рады, если же, если вы съедете. Вот. Можно поговорить с мамой и постараться как-то договориться, может быть, она, ну, там, просто переживает из-за каких-то вещей. Может, она просто переживает из-за каких-то моментов. И, собственно, все, если просто ей, ну, если ей дать просто то, чего она хочет, если ей просто, ну, как бы, позволить получить то, что ей необходимо. Вот. То вполне вероятно, что проблема решится. Вот. Но это зависит во многом от вашей позиции, это зависит во многом от вашей точки зрения, это зависит во многом от того, как будут поступать вы, что вы будете делать и так далее. Поэтому, в принципе, не все так однозначно. Вообще, мне кажется, что хотите вы сбежать от ситуации. И я могу вас понять, конечно же, вот, я могу понять то, что вы хотите сделать. Но, опять же, вопрос, насколько это относится с тем, что вы хотите. Что является вашими ценностями, вот, поиследуйте этот момент. Пожалуйста, это важно, и после того, как поиследуйте, может быть, после того, как разберетесь со своими чувствами, вам будет уже несколько проще, легче двигаться дальше. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...